В этом классе музыка играет только для учителя. Большинство детей, которые здесь танцуют, ее просто не слышат. Не потому, что не хотят, а потому, что не могут по разным причинам. Но, несмотря на это, чувство ритма им пытается привить педагог-хореограф Мария, при этом даже не зная языка жестов. К детям я нахожу подход очень просто, потому что они очень дружелюбные, добрые, они все понимают, даже если то, что у детей достаточно плохой слух, они все равно слышат и читают это все по губам. Достаточно легко. Девушка год назад закончила вуз и пошла работать по специальности. Сейчас она трудится преподавателем в детской школе искусств номер 6. В репертуаре у нее самые различные танцы, от народных до современных. Я хочу развить хореографию в городе Уан-Удэ. Не только простые дети могут заниматься, но и даже дети, которых нету возможности это делать. Помимо уроков танцев, в этом году коррекционная школа-интернат ввела предмет рисования. Особенные дети теперь могут развивать и любовь к искусству. Мальчик Артем учится в 9 классе. С рождения он плохо слышит и слабо разговаривает, но это никак не мешает ему проявлять себя в творчестве. Я рисую натюрморт. Я все еще учусь, но мне нравится рисовать. В этом году, в год педагога и наставника, мы решили расширить границы нашей школы и заключили договор о сетевом взаимодействии, договор о сотрудничестве со школой-интернатом для слабослышащих детей. Мы открыли здесь два отделения – хореографическое и изобразительное. Сегодня в этой школе впервые за Мольберта сели более 40 детей. Столько же открыли для себя уроки танцев. Благодаря новым учителям, может быть, здесь вырастет будущая звезда. А вот у кого точно уже сформировалась юная звезда, так это учителя вокала Ольги Борисовны. Недавно ее ученик Богдан смог спеть на всю страну на шоу «Ты супер!». Женщина 10 лет работает преподавателем. Когда воспитываешь ребенка талантливого, здесь сложности никакой нет. Мы с ними прямо на одном дыхании работаем. Я их называю еще иногда пластилинчиками. Потому что, что я говорю, и когда талантливый ребенок это слышит, и он прямо лепится у меня в руках. И это счастье, даже вообще не сложно. Я, мне кажется, самая счастливая на свете, что у меня такая профессия, что я счастливая от этого. Сегодня к ней приходят дети от 5 до 16 лет. Благодаря своему индивидуальному подходу она раскрывает таланты каждого. И дети чувствуют это. Ведь главное в профессии преподавателя и наставника – это наладить контакт и направить на правильный путь. Дорогие учителя, спасибо вам за ваш труд и за то, что изо дня в день вы уделяете каждому своему ребенку частичку самого себя. Вы даете знания. Делитесь опытом. Уделяете свое внимание и даете частичку своего оттепенца. Спасибо за ваш уникальный подход к каждому ребенку. Желаем вам здоровья, удачи и благополучия. С праздником! Мария Латышева, Базыр Аюшеев, Алексей Ромашов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова